Сейчас идут девушки и говорят, а мы сегодня увидели первую бабочку. А я сегодня увидела первые цветочки. Девчонки, всем привет! У меня первый день, можно сказать, отпуска. Пятница вечера. И с понедельника у меня отпуск. Сейчас взяла Анюту на гимнастику и около школы уже, видите, проглядывает. Первые цветы, первые солнышки. Это мать мачеха. Первые цветы. Еще вчера у нас был такой сильный снег. Прям вьюга. Позавчера, вчера. А сегодня уже вон сколько цветов. И тает снег. Вот тут вот бегут ручьи. Я хлюпаю по лужам. Сегодня уже выгуливаю свои кроссовки. Помните, я вам показывала в покупках. У меня еще такие есть белые, нежные-сиреневые, с сиреневыми вставками. Так что всем привет! Новый влог. Весна на улице. Здесь пока еще цветов нету. Пока еще снежок. Я вчера прикупила вот такую ковчульку себе. Салатового цвета. Как такая первая трава. Да, первые листочки. Такая была еще розовая и голубая полоски. Но розовая она мне сильно оляпись досмотрелась. А голубая подумала, что у меня есть. Аж два голубых костюма. Такие худи и с капюшоном такая кофточка. Вот это как-то мне прям было к лицу. Моя цветочная душа ликует. Глядите, это подснежники. Когда они пробраться, здесь забор. Вот такой вот. Около дома. И вот вторая полянка. Весна идет. Канала, вернись. У нас на участке вот так сейчас выглядит территория. Остаивает снег. Каскадер канала пошел вот тут. Да, мы вышли искать первые цветы. И что там вообще, какие изменения у нас тут в деревне. Иди сюда. Пойдем погуляем, малыш. Так, тепло. Сразу случилось плюс 10. После вот этой хладрыги. Сейчас пойдем смотреть. Вербочки, цветочки. Все покажем. Все покажем. Жорчат ручьи. Поют птицы. Вот такое солнышко в ручьи отражается. Дочь тоже... Ой, я провалю. Мы уже взяли самокат. Дорога высохла. Пошли, кошка. Петь на рассвете и петь на закате значит исцелять мир радостью. Птицы об этом помнят. И они этот мир исцеляют. Послушайте, как заливаются крово-станаразбив. Прям какой-то странный звук. Или птичка какая-то. Слушайте, ну это просто чудо какое-то. Вот как они радуются солнцу. Честно говоря, я так же радуюсь. Весна сегодня прям чувствуется. В общем, верба, видите, уже спускается. Мне кажется, на следующей неделе уже будет верба на воскресенье. И такая маленькая-маленькая птичка создает вот такое вот пение. О, дятел, где он? Опять мне в кадр попался этот дятел. Вон он, глядите. Вокруг дерева. Он от меня прячется, я за ним. Давай-давай-давай сюда. Вон он. Ну, давай, покажись. Ух, вот это, девчонки, глядите. А, дятел. Это вот прям сейчас у нас тут такая весна. Сейчас попробую поближе подойти. Он от меня прячется. За дерево, как я подхожу. Скоро растает. А я собрала немножко вербочек. На следующей неделе вербим на воскресенье. Везу их домой, поставлю вазочку. У меня есть такие классные миниатюрные вазочки. Мы с дочкой купили на Красной площади в новогоднюю ярмарку. Купили вазочки для вот таких как раз-таки маленьких букетов. Так что будет у нас красивенький букетик. Какое солнце светит, класс. Какое солнце светит, класс. Весеннее. Сейчас поставлю стул, посижу, позагораю. Прямо буду заряжаться солнышком. Лицо поставлю и ладошки. С солнышком буду радоваться солнышку. Птицы заливаются. Акварель. Просто, знаете, вот сидеть на лавочке, на стуле, закрыть глаза, слушать пение птиц, отвлечься от всего. Просто слушать эти звуки природы. Она так, правда, восстанавливает силы. Еще обняться с сосной вот с этой... Ой, красота! Девочки, идея очень простой и очень вкусной закуски. Еще и собственным лучком. Это батон, яйцо вареное, селедка, немножко майонеза и зеленый лук. Вот кормушка, вон у меня на крыле зимечек. А дядя сейчас на земле остатки, что там осталось, ищет. Сейчас так кричал, взял, чтобы его покормили. Особо ничего не поснимала на этих выходных. А сейчас вот уезжать, смотрю в окошко, а там небо, здесь вот такое, ну, нежно-розовое, акварельное, а тут красное. Такое красивое небо. Вот такие дела. Ладно, уже покупочки покажу вам дома, девчат. Дождливой Москвы зашли перекусить. И что ты грызешь, скажи? Сырную лепешку? Я купила пирожок. Пирожок с клубникой и американо. Сидим, пьем кофе. Как она называется? Хлебница. Такое уютное кафе. Ой, как вкусно, да, девушка? Каникулы, одним словом, балдеем. Мои хорошие, продолжу этот влог покупками в магазине FixPrice и покажу вам кое-что из посуды купила. И, девчоночки, в разделе сообщества моего канала «Посмотрите, пожалуйста, ссылку на Яндекс.Дзен». Сегодня утром зарегистрировалась. Проснулась, лежала в кровати. Думаю, если не будет YouTube, я сначала не хотела не заводить какие-то другие социальные сети, страницы, но поняла, что буду скучать. Мне вот самой как-то стало не хватать информации. То есть я подписалась на всех своих девочек, на которых я смотрю на YouTube. И на Свету Слана Те, и на Оксану Плохих, и на Алену Резван. Так, сейчас еще посмотрю Танюшу Ветер, посмотрю Ирина Фу Юлия Би. В общем, всех, кого я люблю, всех девчоночек. Хочу смотреть и дальше. Мой канал на Яндекс.Дзен так и называется, как и этот, Ла Круто. Так что, чтобы быть на связи, переходите по ссылочке, подписывайтесь. Буду очень-очень рада. Здесь, конечно, на YouTube уже, знаете, у нас сложилась такая дружба, да, уже такой свой коллектив. Можно сказать, как дом родной. Я, конечно, немножко волнуюсь в новой платформе, но дорогу осилит идущий, как говорится. Поэтому, девчоночки, подписывайтесь, чтобы быть на связи, чтобы не потеряться. Вы знаете, вот мы, блогеры такие, да, как я, девчонки, люди творческие. Все-таки есть вот это желание что-то придумывать, делиться информацией, как-то вот реализовывать свои вот эти вот такие творческие идеи. И хорошо, что есть другие альтернативные площадки. Поэтому буду осваивать эту платформу. Ну, а пока мы с вами здесь. И пока будет YouTube, я буду, конечно же, выкладывать видео в YouTube. Ну, и будем надеяться, что его не закроют. Ну, в общем-то, чтобы не потеряться, повторюсь, переходите по ссылочке, подписывайтесь. Давайте покажу сначала с того, что уже открыто, то же, что я купила в магазине FixPrice. Сейчас как раз сижу в этих патчах гидрогелевых. Это фитокосметик, бьюти-визаж, гидрогелевые патчи. Здесь 10 штук. Формула молодости. Они у нас, значит, написано, «мгновенный эффект за 10 минут. Разглаживают морщинки, устраняют отеки, запускают процесс самоомоложения». Здесь вот такая упаковочка. Под защитным экраном лежат патчи. Очень красивого они такого розово-прозрачного с перламутром цветом. Они хорошо держатся. Но, знаете, мне показалось по ощущениям, что они, ну, как суховаты немножко. Обычно всегда как-то они так сильно пропитаны жидкостью, те же корейские. Но что хочу сказать. Вот сейчас я нанесла их, да, и так, ну, немножко убрала. И вы знаете, вот прям разница, насколько свежая, отдохнувшая, ну, прям, знаете, такая разглаженная кожа. Морщинки действительно визуально уменьшаются. И я обратила внимание, что действительно стала посветлее кожа под глазками. Они такие, ну, тоже уставшие. В общем, темные круги были. Хорошие патчи я буду брать. Там их несколько видов. Fixed Price около кассы. Они обычно представлены. Так, пересыпала уже в баночку. У меня такая баночка пятновыводителя от Faberlic. Я пересыпаю туда обычно все пятновыводители, отбеливатели. Называется Mr. Des. Экологически чистый продукт. Он идёт с активным кислородом, бережно отбеливает. Подходит для изделий из ткани всех видов. Шерсти, шёлка, вискозы, хлопка, а также крашенных набивных тканей без кипячения и при низких температурах, от 40 до 50. По дизайну он напоминает вот эти японские, да, пятновыводители. Хорошие. Мне очень понравилось. Санкт-Петербург производит. Девочки, вот я зачем охотилась. Значит, посмотрела как раз-таки видео любимой моей Светы. Слан-Ате. И Света рисует просто такие шедевры с такими мелкими там деталями. Такая у неё там картина по номерам расписана. Мне очень впечатлила зимняя сказка и впечатлила девушка где-то как будто Таиланд. Она плывёт на такой же жёлтой лодке и ест сочный арбуз. Картины с Парижем. И девчонки, я так вдохновилась, что захотела тоже попробовать. Действительно почувствовать себя художником. Поэтому, повторюсь, у меня сейчас отпуск. И, вы знаете, я хочу, прям вот хочу расписать картину. У Светы же я узнала, что эти картины продаются в фикс прайс. Ну, как она сказала, что они такие достаточно простоватые, да, в плане, может быть, там, качества. Я ничего пока про качество не могу сказать. Это моя первая покупка. 249 рублей стоит одна такая картина. Там есть коробки вот такие вот, назовём это, не знаю, бело-бежевый такой цвет. Это есть синие. Разные, в общем-то, сами форматы. Хотя вот марка одна. Вот так она называется, Лори. И очень-очень большой выбор. И разные они идут. И по сложности, и по картинкам. Ну, в общем, что взяла я? Очень мне захотелось вот этой Италии. Здесь и море, и солнце, и зелень, и берег, и пляж. Это озеро Кома. По-моему, если не ошибаюсь, у нас третье по величине в Италии. Озеро. Там какая-то уникальная вода. Я читала про него. Конечно, очень всё это красиво. Надеюсь, что у меня картина эта получится. Вы знаете, тоже на цвет подсклад такую идею. Я вообще хочу, конечно, вообще попробовать. Пойдёт, не пойдёт. Либо сделать так же в рамочку и повесить в деревню у себя. Либо так же, если получится красиво, например, как вариант, можно подарить другу, подружкам, друзьям. Идёшь в гости. И вот это как из душой сделано. Такое творчество. И это красиво. В общем, я взяла вот такую Кома. И взяла это самое крупное озеро Италии. Озеро Гарда. Посмотрите, тоже какая красота. Здесь и вода, и лодки, и кафе, и цветы. Думаю, что будет очень красиво. Буду стараться, по крайней мере. И купила картину для дочки. Здесь уже такая более, ну, такая наивная, ну, такая детская картинка. Здесь котёнок и утёнок, похоже, что тоже лето, травка, зелёное солнышко. У меня дочка просто мастерски расписывает эти картины. При том, что она такая у меня достаточно, ну, можно сказать, очень подвижный, энергичный ребёнок. При этом она вот садится, концентрируется на этой картине. И у нас уже несколько картин по номерам. Она, причём, за пару дней делает эту работу. Вот у нас столько кистей. И я, девочки, по-моему, там ещё сейчас буду покупки вам показывать. Мне кажется, что я ещё купила набор. Я просто не знала масштабы, сколько у Ани кисточек. Точнее, забыла. Она у меня ходила в садики, в кружок, прям вот, ну, лет с трёх. Она ходила в кружок по рисованию и вела их воспитателя. Она очень талантливый, творческий человек. И дочка моя, благодаря вот этим занятиям, ну, опять же, видимо, ей всё-таки это по душе нравится. Она у меня даже выиграла конкурс среди детей в детских садах. Она у нас статуэтка юных гений. Я вот этим очень горжусь. И, в общем, вот пока ей нравится, конечно, будем покупать. В общем, узнала, где это можно взять по достаточно бюджетной цене. И вот мы ждали этого часа. Я говорю, Анют, я сниму видео, вручу эту картину. Мы приступим. В одном из влогов я вам обязательно покажу, расскажу, в общем-то, что у нас получилось, какие у нас успехи. Ну, точно, купила я себе набор кисточек с другой марки, тоже фикс прайс. Ну, они тут другие, в общем, потоньше. Это как раз для росписи, картин по номерам. Девчоночки, 59 рублей. Я взяла все, которые были, фитокосметик, народный рецепт и гидрогелевые маски. На сайте у них, по-моему, 100 с чем-то рублей одна стоит. Я сейчас хотела, думала, сделать заказ там на серию народный рецепт, на официальном сайте фитокосметик идет серия акций 1 плюс 1. То есть, например, берешь маску, вторую дарят. Но даже это все равно фикс прайс, в общем-то, выгоднее. Я думаю, что либо до реализации товара, ну, я еще спросила у малого человека, есть ли на складе. Он говорит, нет. Мне эти маски очень нравятся. Я бы взяла прям побольше по такой цене. 59 рублей. Просто там какая-то же еще скидка фикс прайс действует. Так, я взяла увлажняющие на гидролатах алоэ вера. И огурца здесь также экстракт гидролат, вернее, зеленого чая, экстракт василька, сок петрушки, гиалуроновая кислота. Взяла вот такую питательную с маслом льна, экстрактами хлопка и розы и витамином Е. Так, это другая, да, или такая же? Такая же. По 55 рублей взяла несколько масочек с опунцей, увлажнение, защита от потери влаги. Корейская марка, вот так она, Карима, наверное, называется, да? И взяла с цинтеллой. Вообще все, что с цинтеллой корейской, мне очень подходит. Действительно дарит увлажнение. Вот смотрите, сказали, что была цинтелла азиатская. Это прям очень хорошее. Она еще вот так пишет в английский. Как правильно читать? Кика? Вот такое увлажнение. Девчули, для огорода, для сада огорода взяла вот такие вот. Не знаю, как это будет работать, чтобы хорошо, чтобы не стиралось здесь вот карандаш. И такие таблички. У нас сегодня по плану с Анной все-таки посадить наши цветы. У нас было очень холодно, и мы ничего не посадили пока что. Сегодня, сейчас вот сниму это включение, вам покажу тоже, чем займемся. Наши семена, девчонки просили, я покажу. Фикс прайс, купила вот такие таблички. Хотим, ну, знаете, вот разные там виды морковки взяли, редиса, разделить, подписать, чтобы понимать, да, какой нам понравился, какой нет. И, девочки, загубила я гладиолусы свои. Они у меня растут в вазонах. И, кстати, я купила в светофоре новые вазоны для гладиолусов. Два таких больших красивых горшка. И вот именно таких их высаживаю букетным способом. Но вовремя не выкопала луковицы в этом, ну, вот в этот сезон прошедший. И они у меня, в общем, испортились. Фикс прайс я взяла три марш фризернис белых гладиолуса. Значит, предварительно их очищу в легком растворе марганцовочки, подержу и прямо в вазы их посажу, когда погода будет. В фикс прайс также были пионы. Да, пионы, по-моему, что-то еще. И, девчули, еда. Типа полезная, не знаю, пойдет она мне, не пойдет. Цена какая-то была хорошая, то ли что-то 11, то ли 9 рублей. Вот такие батончики. Мюсли, ягоды, мед. И взяла ягодный. И клюква, вишня. Попробовать. Не знаю, на работу отнесу такое. И вот это тоже взяла на работу. Это конти лайф, без красителей, с соком алоэ. Конфетки такие. Так, обладают противовирусным свойством и укрепляют иммунитет. Сейчас мы с вами посмотрим состав. Заглянем. Внутрь, как говорится. Так, патока, сахар. Что там у нас еще? Воск чилиный. Что там у нас, общится, из полезного что-нибудь есть? Экстракт сухого корня имбиря, сок лимона. Это такие, знаете, желейные конфетки. Вроде как там не очень много калорий. У меня мои коллеги-подружки на работе сейчас, в общем, считают калории прям реально. Ну, там по возрасту, по весу, по росту, по росту, там чему еще, по каким-то критериям показывают идеальный вес и какой должен быть, и сколько нужно потреблять калорий. И вот по там табличке такой они высчитывают. Ну, вообще результат есть. И они вместо конфеток себе покупают вот такие штуки. Ну, в общем, а я у вас обезьянка. Я тоже купила таких конфет. У нас были только с лимоном. Хотя, вот видите, говорит, тут написано, что еще бывает брусника черной смородины. Я взяла две пачки по 50, по-моему, 5 или 59 рублей пачка. И еще взяла тоже вот такие вот с имбирем и витаминами. Эко-ботаника, имбирь и сок лимона. Бывают разные. Вот у нас была с зеленым чаем. Я тоже купила на работу, уже унесла. И вот такие еще попробовать. Вернусь из отпуска, отнесу одну пачку от гостинцы. И взяла не из полезного, но, думаю, тоже будет у меня отпуск. Буду пить мак-кофе латте со вкусом карамели. Взяла две пачки. В общем-то, где-то калории считаем, а где-то, вот видишь, вот такое с шоколадной посыпочкой. Думаю, что да и фиг с ним попью утром. На самом деле, я пока что себя в такие жесткие рамки не загоняла. Хотя, тоже хочется, конечно, и выглядеть хорошо, и привести свое тело в порядок. Но пока что вот так. Так, я же вам обещала показать. Заехали мы в субботу у нас перед городом Конаково, прям, вернее, на въезде. Там есть магазин, он называется «Дачник». Мы заехали туда за углем для мангала. Ну, пока муж выбирал уголь, я пошла на стенд, где, в общем, полки, там посуда. И в моих, вот прям, сайте, у меня так часто бывает, вот что-нибудь мне, как сказать, придумаю я, и вот прям вижу. И мне хотелось вот такую яркую тарелочку под как раз-таки там миндаль, сухофрукты. И, девочки, вот такую я купила тарелочку. Это у нас, называется она «Очарование Востока», а производит Добрушинский фарфоровый завод. Гомельская область, город Добруш. Или Добруш. Добруш, наверное, да. Вот, это взяла, значит, я для орешков, сухофруктов. Это тоже, этот же, этот производитель, только уже у нас рисунок, называется «Гуси». Пиалка, вот такая вот, тоже взяла, там, думаю, летом будут либо вишенки, либо черничку. Ну, в общем, ягодку какую-то положить на даче, мне кажется, будет очень прикольно. Взяла вот такую тарелку, тоже чисто для сервировки, что-нибудь подавать в деревне. Она у нас сколько стоила? 100 рублей такая тарелка. Тоже фарфор добрушинский. Опять же, под ягоды, либо под какой-то салатик захотелось мне взять такую тарелку. Ну, вообще, наверное, надо было взять, там, не знаю, штуки 4-6. Есть, ну, взяла, да взяла, муж у меня там уже нервничал, я когда попадаю в такие магазины, он уже там сигналил, девушка мне, ой, у нас еще кружки, ой, у нас еще тарелки. Оставить особо мне некуда, небольшие у нас шкафы, в принципе, хватает всего. Вот иногда хочется чего-нибудь новенького, ну, ну, и, в общем-то, я купила. Так, девчоночки, и что касается дачных дел, вот купила себе такие перчаточки, я вам как-то их показывала. У нас сегодня просто эту сумку достала, сейчас будем заниматься, приберемся вот тут и будем заниматься с дочкой посадкой наших цветов. Такой вот маленький пульверизатор взяла. У нас тут астры. Очень люблю астры, девчонки, для меня это прям такая ностальгия и любовь. Посадим сейчас мы астры. И шольца у нас будет просто, я ее в грядку не буду заранее. Это что у нас, шольца перфекта. Она у меня уже который год растет самосевом, то есть семена осыпаются. И весной новая клумба и шольцы, просто у нас мало вот таких цветов, имена алых и белых. Розовая, желтая, у меня очень много рыжий, а вот хочу немножко, ну, чтобы разных было цветов. Попробую, все-таки не теряю надежду, что к розу вырастить смесь окрасок. Это, ну, как мальва, да, она называется, что к розу. Вот такую вот статицу сейчас посадим. Ну, а потом я ее просто перевезу там в свою клумбочку. Гипсофилу хочу попробовать. Так, там у нас зелень, 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 зелень. Конечно, купила, вот они были по рубль 50, по-моему, или по 2 рубля. Так, это свекла, петрушка, а, петунию сейчас посадим. Не знаю, успеет, надеюсь, успеет все у нас вырасти. Так, колокольчик. Так, тут у меня колокольчик, колокольчик опять. Астра принцесса. Что там? С ней вся красок. Там, вы видите, поэтому мне, конечно... О, матиола. Очень хочу матиолу вырастить. Двурогая, к тому же. Боже, что такое за двурогая? Почему такое название? Огурцы, девочки. Как мне понравились вот эти огурцы. У нас есть теплица, но мы хотим с дочкой попробовать вот этого китайского императора высадить в открытый грунт. Это будет первый опыт. Сейчас их тоже посажу, хотя, может быть, уже и поздно. Но у нас, говорю, погода не позволяла. Вот такое получилось видео, девчоночки. Я вас всех крепко обнимаю. Скоро увидимся. Не здесь, так, на Яндекс.Дзен. Не забывайте меня. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok